Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Специалисты управления муниципального контроля отреагировали на жалобу жителя станицы Благовещенской и приняли меры. Предприятия Анапа готовы предоставить вакантные места для граждан Украины. Тайфун на улицах Анапы. В городе-курорте начала работать новая система. В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Многодетных мам поздравили накануне праздника. А сейчас обо всем подробнее. Предприятия Анапы готовы предоставить вакантные места для граждан Украины. На рынке труда дефицит медработников, учителей, воспитателей, ряда рабочих специальностей и обслуживающего персонала. Дополнительно на ярмарке вакансий беженцев из Украины консультировали сотрудники миграционной службы и специалисты управления образования. Работодатели представили вакансии для вынужденных переселенцев из Украины. Анапский хлебокомбинат и компания «Монолитстрой» готовы принять граждан соседней страны на работу. Кроме того, представлено более 3000 вакансий в Анапе и по Краснодарскому краю. Возможно, даже с предоставлением жилья. У нас организованы пункты временного размещения граждан Украины, в которых находится на сегодняшний день более 300 человек. Вчера администрация совместно со службами также объезжала все эти пункты временного размещения и приглашали граждан на данное мероприятие. Поэтому мы думаем, что будет более 300 человек. Наталья Бойтенко была бы и рада съездить на собеседование в другой город, но не располагает средствами. Ярмарка вакансий в Анапе для нее отличный способ найти работу по специальности. «Денег нет для того, чтобы поехать куда-то, что-то узнать по образованию и общий воспитатель». Специалисты Управления социальной защиты населения миграционной службы, Управления здравоохранения и образования консультировали посетителей во время проведения ярмарки. Граждане Украины или вынужденные переселенцы, которые официально оформили статус временного убежища, имеют право на государственную поддержку в России. Специалисты разъясняют им права и условия оказания помощи. «Мы вообще по профессии по своей ищем – маляр штукатур. Ну вот смотрим тут штукатур, сейчас маляра еще посмотрим». «Работал шахтером, а сейчас не знаем. Вакансий пока нет, пока не нашли работы. Три месяца здесь, пока не работаем». «Те, кто не успел или еще не выбрал место работы и нуждается в материальной помощи, обращаются к акции «Вторые руки». Граждане Украины выезжали из своей страны поспешно. Большинство нет теплых вещей. На сегодняшний день 656 человек уже воспользовались услугами такой акции. Губернатор Кубани Александр Ткачев в рамках программы «Помощи беженцев» инициировал акцию «Соберем детей к школе». 380 детей, которые пошли в школу Анапы, получили рюкзаки, полностью укомплектованные школьными принадлежностями. Система «Тайфун» начала работать в Анапе. Специальное оборудование установлено на нескольких легковых автомобилях, курсирующих по городу. Цель компании – профилактика ДТП и выявление нарушений правил парковки. Стоянка под знаками, парковка на газонах и другие нарушения под прицелом видеокамеры системы наблюдения «Тайфун». Оборудование установлено в легковом автомобиле. Внешне – обычный личный транспорт, но сидящие в салоне работают, чтобы нарушений стало меньше, а значит, движение на дорогах стало безопасней. В городе Анапа появился аппаратно-программный комплекс с автоматической видеофиксацией нарушений правил остановки и стоянки транспортными средствами, которые установлены на автомобиле и при движении автомобиля фиксируют нарушения правил остановки и стоянки водителями в зоне, где эта стоянка и остановка запрещена. Всевидящее око «Тайфуна» выполняет свою задачу. Все видит и перебегающих пешеходов, и водителей, загораживающих движения, и припаркованные автомобили в неположенном месте. Как вы видите, под знаками стоят машины. На примере этого комплекса при движении фиксируются номера, передаются на диспетчерский пункт центральный. Но фиксация нарушения идет только после второго проезда, не ранее пяти минут после первой фиксации. Поэтому, товарищи водители, будьте осторожны и внимательны. Такие системы уже зарекомендовали себя в Олимпийском Сочи и Новороссийске. Теперь «Тайфун» будет чистить дороги Анапы от нарушений. Специалисты управления муниципального контроля отреагировали на жалобу жителей станицы Благовещенской и приняли меры. Предприимчивый сосед разрыл тротуар и на муниципальной земле хотел незаконно установить септик. Подробности расскажет Алина Гумерова. Соседи по земельным участкам в переулке Кубанском забеспокоились, когда хозяин дома номер 17 разрыл тротуар – территорию общего пользования. Как выяснилось, предприимчивый станичник решил сделать септик, не оформив документы на разрытие. Разрытие таких септиков, канав, я не знаю, должно согласовываться с администрацией или с архитектурой. Тем более, что если оно находится в непосредственной близости от центрального водовода. Не было и разрешения на подключение к коммуникациям предприятия на поводоканал. Но станичника это не остановило. Он начал прокладку труб в двух метрах от централизованной системы водоснабжения. В случае такого незаконного подключения пострадать могли десятки домов. В случае порыва водопровода и обратной инжекции в водопровод фекалиями от септика, то это грозит, вы понимаете, чем. Специалисты управления муниципального контроля возбудили административное производство в отношении напчанина. Подготовили пакет документов и направили на рассмотрение административной комиссии, где определяют сумму штрафа. Незаконные строительные работы приостановлены. По поручению главы города Сергея Сергеева специалисты отдела по транспорту и связи проводят работы по благоустройству и оснащению остановочных пунктов на территории города. Подробности далее. 13 новых информационных счетов с расписанием движения маршрутных автобусов украсит остановочный комплекс Анапы. Сотрудники отдела по транспорту и связи заменят старые счеты, которые были сорваны или испорчены недобропорядочными жителями города. Анапчане и гости курорта при ожидании общественного транспорта теперь точно будут знать, как долго им ждать автобус или маршрутку на остановке Ореховая роща, бульвара имени Евскина, улица 40 лет Победы, Ивана Голубца, Стахановска, Некрасова и других. Подобные таблички уже устанавливали на городских остановках, но многие из них долго не прослужили. А в итоге все исчезли, став жертвами вандалов. Пассажиры были недовольны. В администрации города приняли решение вновь установить информационные счеты на остановочных пунктах общественного транспорта. Я хочу обратиться к нашим гражданам и гостям курорта Анапы. Прошу вас, не портите счеты, не разрисовывайте их. Давайте будем бережно относиться к нашему любимому городу. На счетах указаны маршруты общественного транспорта и время отправления автобусов с конкретной остановки в утреннее и вечернее время, интервалы движения пассажирского транспорта, а также телефон организатора перевозок. Таблички уже изготовлены и в ближайшее время будут установлены на всех остановках. И к другим темам. В последнее воскресенье ноября в России отмечают День Матери. В преддверии праздника председатель Совета микрорайона Западный Дмитрий Попандополо посетил многодетные семьи округа, чтобы лично поздравить маму и вручить подарки. Первыми поздравления принимали члены многочисленной семьи Шинакан. В этой дружной семье пятеро детей. Папе Вачи Шинакану приходится много работать, чтобы содержать родных. А его супруга Ирина сейчас занимается воспитанием младших сына и дочки Граера и Софи. Дети Алиса, Мария и Давид успешно учатся в школе, посещая творческие кружки и спортивные секции. У меня у мамы шестеро детей. И сейчас уже когда все взрослые, очень здорово. Много родственников, все дружно, собираемся сразу. Такая своя дружная компания. Поэтому всегда хотелось, чтобы у моих детей тоже было много близких людей, которые могут и помочь, и поддержать, и просто. Старшая дочь Алиса уже 9 лет занимается в театре-студии Индиго. Победитель и призер различных конкурсов. В школе идет на золотую медаль. Дочка Мария учится во втором классе, занимается вокалами и танцами. А мальчики семьи Шинакан увлекаются спортом. Нас очень много в семье. Мы все любим маму. Она у нас сильная. И не каждый может выдержать столько детей. Мы все ее любим и поздравляем с наступающим праздником. Председатель Совета микрорайона Запада Дмитрий Папандопола поздравил маму Ирину с наступающим праздником и вручил подарок – новый пылесос, который необходим в каждой семье. Другая многодетная семья Кульковых встретила председателя микрорайона приглашением на чашку чая. У Сергея и Светланы четверо детей. Старший сын Вадим и три дочки. Инна, Лилия и Юлия. Светлана сама росла в многодетной семье, где воспитывалось шестеро детей. Поэтому всегда мечтала о собственной большой семье. У моих родителей 18 внуков. Скоро будет 10 правнуков. И поэтому для меня один ребенок – это не ребенок. Такое было восприятие с детства, что моя семья должна быть тоже многодетной. Может быть, не шесть детей, как у моей мамы. Но пока Бог дал четверых. Поэтому радуемся четверым деткам, растим. Сын Вадим занимается выпиливанием по дереву на станции юных техников. Лилия увлекается волейболом, а Инна с Юлей ходят в музыкальную школу на занятия по классу фортепиано. И очень любят петь. А мама Светлана любит готовить для своих близких. Поэтому подарок председателя Совета общественности оценила особо. Говорит, теперь освободится больше времени для детей. Дмитрий Попандопола поздравил многодетных мам с наступающим Днем матери. И пожелал семьям здоровья, благополучия и простого семейного счастья. И заверил, что многодетным семьям в микрорайоне будут помогать. Концерт джазовой музыки «Джаз и блюз» представили музыканты биг-бенда Георгия Гораняна. Рината Кадырова изучила тонкости музыкальных направлений и узнала, чем отличается джаз от блюза. Самые беспокойные музыкальные направления и самые интересные джаз и блюз наполнили звуками просторный зал. Зрителям оставалось только слушать и получать удовольствие вместе с музыкантами. Краснодарский биг-бенг Георгия Гораняна – это давно существующий коллектив, созданный Георгием Арамовичем Гораняном в 1999 году. Несмотря ни на то, что Георгия Арамовича с нами уже нет, мы все равно трудимся, развиваемся, стараемся делать новые программы, делать их на высоком уровне. Именно то качество, которое нам привил Георгий Арамович, мы стараемся всегда ему следовать и держать эту планку, заданную одним из величайших музыкантов советской эпохи. В 2001 году в Анапе состоялся первый на кубанской земле фестиваль джазовой музыки. Анапа, по сути, стала джаз-городом, где музыканты презентуют свое видение этого направления. Джаз – это танцевальная музыка. Она веселит и сочувствует, придает бодрости и хорошего настроения. Она разная, но всегда волнует. Профессионалы настаивают, чтобы понять джаз, сначала нужно послушать блюз. Это направление в музыке можно сравнить с русским романсом. Это тоже грустная песня. В ней переживания и чувства, только в нотах и песенных текстах. Блюзовые песни просты, красочны и полны эмоций. Ребята, которые учатся в художественных и музыкальных школах, пришли посмотреть, что такое настоящий джаз. Если есть такой бэнд настоящий, наверное, детям, которые учатся музыке и пока не решили, будут ли они дальше учиться, становиться профессионалами или для общего развития, услышать вот такую музыку в исполнении такого коллектива, возможно, это поможет определиться в их пути. Теперь можно не ждать изобретения машины времени, а просто приходить на концерт и наслаждаться качественной джазовой музыкой. Красивая музыка, красивый джаз. Это как будто перенесся в ту эпоху джаза. Как будто прям здесь афроамериканцы поют, играют на инструментах. Я бы хотел, чтобы как можно больше таких концертов, чтобы население видело эти концерты, понимало, любило музыку. Я не ожидала таких всплесков музыки. Мне очень понравился этот концерт. Мне запомнилась громкость, красота музыки. И так как я сам музыкант будущий, то я чувствую стиль, мне очень понравилось. И даже маленькая заминка с отключением света не помешала зрителям слушать любимую музыку и поддерживать музыканта в темноте. После концерта зрители отметили, на несколько секунд остались наедине с джазом. Музыка стала еще ближе и понятней. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова